Музыка Всем привет! Меня зовут Анна Котова и это мой очередной обзор к турецкому сериалу Мистер ошибка. С Джаном Яманом и Озгей Гюрель. Романтическая комедия, стоит ли ее смотреть? Ну что, поехали? Хадеба колым! Сюжет был взят из фильма «Голая правда». У Эзги, кстати, похожее имя из «Голая правда», американский фильм, там ее звали Эбби. Появляется молодой, симпатичный и одинокий врач. После череды неудачных отношений она видит в нем безупречного кандидата в мужья. Он воспитан, вежлив и успешен. Полная противоположность Джану. Это наш второй главный герой. И на этот раз Эзги не намерена упускать свой шанс. И хотя ей самой неприятно от этой мысли, но ей крайне необходимо, чтобы Джан помог ей понять, что же на уме у ее избранника-врача. И сделать все, чтобы завоевать его. Таким образом, Джан становится наставником и советчиком Эзги. А та, в свою очередь, начинает применять на практике все методы нашего заядлого холостяка. Я не знаю, кто додумался сделать эту сериальную пару еще раз, но, по-моему, эффект полнолуния, где эта пара уже играла в главных ролях, показал, что они неинтересны зрителям. Ну, как минимум, российскому. Конечно, если же вагон времени и хочется просто за кем-то наблюдать, за очередной романтической комедией, то, по-моему, в Турции уже вышло достаточно таких фильмов. И они более интересные или позитивные, наверное. Мне больше постучись в мою дверь даже по нраву. Но там нормальная, здоровая сексуальность и приятные, также и красивые актеры. Это правда. По иронии судьбы перед ними обоими вот-вот раскроется главный секрет. Какими бы разными ни были мужчины и женщины, в глубине души они все-таки мечтают об одном и том же. А когда еще и родители постоянно так и говорят о свадьбе, что пора-пора, иначе сами кандидатуру найдем, то вольно-невольно начинаешь думать, ну так-то надо, ну так-то пора, за кого бы, может быть. Актеры показали противостояние двух совершенно разных людей с одной и той же проблемой. Одиночество. Не в буквальном смысле. Ведь у одного из них есть родственники, лучший друг, успешная работа, популярность и собака. А у другого другой. Две преданные, одинокие подруги. Но близкого человека, с которым бы они хотели провести оставшуюся жизнь, пока найти не удалось. Оба осознают плачевность в положении, в котором оказались. И если один прикрывает свое одиночество за бесконечными похождениями и красивыми девушками, моделями, то другой, другая, понимая всю плачевность своего опыта, старается уйти в работу. Но судьба хочет им показать на неправильность их действий. Ведь, по сути, они оба убегают от своей проблемы в отношениях, в серьезных отношениях. Мне неинтересно наблюдать за актрисой Озге Гюррей. Я не раз об этом говорила. Для меня это не актриса. Извините. Конечно, опыт ей позволяет хоть как-то играть на камеру. Она приятная, красивая женщина. Но давайте рассуждать все-таки как актриса, которая производит впечатление. Никакая. Я не хочу смотреть, как она целуется, обнимается. Мне это неинтересно. Если честно, есть какое-то даже такое чувство, что да уйди ты быстрее из кадра. Это не какая-то ревность к актеру. Нету у меня каких-то таких супер симпатий. Вообще к турецким актерам. Мне нравятся, какие картинки из них делают. Какие создаются сюжеты с ними. Ревности как таковой нет. Но некрасиво они смотрятся. Несексуально. Они дружбаны. Вот им бы пиво вместе попить где-то в баре. Посидеть за жизнь рассказать. Одной рассказать, почему замуж не берут. А другому, почему он не может найти себе идеальную женщину. Ну все. Друзья, заметила такой момент. Смотрю всегда оригинал или с субтитрами сериалы. Оказывается, у Асгей Гюрель настолько прокуренный голос. Настолько сиплый. Меня этот факт очень сильно отталкивает. Я и так-то к ней не отношусь как к актрисе. Просто красивая девушка. Я бы на ее месте личной жизнью занялась. И потом опять приступила бы к сериалам. Но на второстепенные планы. И вообще каких-то злодеек играть. Или приходящие-уходящие роли. То есть, чтобы сильно не выпадать, раз так работа нравится. Но не главные роли. Все, хватит. Я считаю, нет. Ну что ж, моя рекомендация. Честно, нет. Почему? Я не хочу тратить свое время. И ваше бы пожалело. Хотите посмотреть на Джана Ямана? Лучше еще раз пересмотрите раннюю пташку. Либо давайте дождемся нового сериала с его участием. Но Мистер Ошибка. Во-первых, копия. Во-вторых, Асгей Гюрель. А в-третьих, есть достойные комедии, на которые можно действительно потратить время. Я скорее порекомендую постучить в мою дверь, нежели Мистер Ошибка. И это правда. Это была Анна Котова. Мое мнение по поводу сериала Мистер Ошибка. Ну что, до следующих встреч. Для обсуждения очередного сериала. Турецкого, конечно же. Ну все, пока-пока. Дерекарем.